Россия заметно уступает Западу финансовой и экономической мощи, а ее обычные вооруженные силы далеки от внушающей страх советской армии времен холодной войны. Но у Москвы есть широкие возможности нанести крупный ущерб Западу путем тайных подрывных спецопераций, пишут в издании The National Interest высокопоставленные аналитики Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Дэниел Байман и Сет Джонс. Россия располагает множеством квалифицированных офицеров разведки военизированных формирований, а также элитными хакерами и другим персоналом, который дает возможности действовать на арене гибридной войны, а также в называемой «серой зоне». Под этим термином на Западе обычно подразумевают тайные операции, дезинформацию, подрывную деятельность, диверсии, кибератаки и другие методы, которые способствуют нанесению ущерба противнику без введения классических боевых действий. Аналитики указывают, что российская война в «серой зоне» против Запада может принять множество форм. Европейские страны могут пострадать от тайных атак на нефть и газопроводы, а также подводные оптоволоконные кабели. Приграничные государства, такие как Польша, Финляндия и Эстония, могут столкнуться с потоком нелегальных иммигрантов, концентрирующихся на их границах. Лидеры Центральной Азии и Африки, которые противостоят Москве, могут обнаружить, что местные повстанцы наводнены российским оружием и обучены российскими силами специальных операций. Местные критики Москвы могут внезапно стать жертвой серии подозрительных происшествий, включая отравления. Кибератаки могут вывести из строя финансовые системы и другую критически важную инфраструктуру. Дезинформация в социальных сетях может быть использована для раскола Запада, а искусственный интеллект может применяться для еще более творческих злодеяний. Авторы The National Interest также напомнили, что Москва уже давно проводит тайные действия, чтобы сдерживать и наказывать перебежчиков и лидеров оппозиции, подрывать политику США и НАТО и расширять российское влияние. Москва нацелена на политических оппонентов за рубежом по двум основным причинам. Первая цель – отомстить российским шпионам, дипломатам, солдатам и даже журналистам и ученым, которые бегут из страны, критикуют Кремль и помогают врагам Москвы. Вторая цель – предотвратить будущие предательства и послать недвусмысленный сигнал о том, что перебежчиков будут выслеживать. Отмечают Байман и Джонс. По их оценке, критическая инфраструктура США и Европы являются важными потенциальными целями для любой подрывной деятельности. Одним из примеров являются подводные оптоволоконные кабели, которые соединяют Европу с Северной Америкой и связывают европейские страны друг с другом. Они имеют ключевое значение для глобальной сети коммуникации, в том числе на них приходится около 95% всего трансатлантического трафика данных. Другие потенциальные действия России в серой зоне включают использование иммигрантов в качестве оружия и нанесение ударов по сложной сети европейских газа и нефтепроводов, которые служат источником жизненной силы европейской энергетики. Миграция, особенно из Африки и мусульманских стран, является резонансной проблемой в Европе. В 2021 году лидер Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил наводнить Европейский Союз наркотиками и мигрантами. Затем его правительство отправило тысячи мигрантов из Ирака, Сирии, Мьямы и Афганистана к границам Латвии, Литвы и особенно Польши. Дополняют аналитики. Согласно их рекомендациям, укрепление кибербезопасности и защиты границ США и их союзников, обмен разведданными, а также обучение и консультирование местных военных могут снизить опасности от войны в серой зоне. Более того, авторы The National Interest ясно дают понять, что Запад не собирается якобы только защищаться. Россия также названа весьма уязвимой для тактики гибридной войны со стороны США и их европейских союзников в Белоруссии, на Ближнем Востоке, в Африке и даже в пределах самой России.